Всем привет! Как экономить время, силы и деньги, которые мы, женщины, тратим на приготовление еды? Обычно мы готовим на свою семью, на себя на двух, трех, четырех, ну максимум на десять человек. Но есть настоящие герои, которые решают эту проблему и готовят каждый день на десятки, а то и сотни человек. Я, конечно, говорю о шеф-поварах, которые организуют процесс питания в ресторанах, в кафе. И сегодня я пришла узнать секреты у шеф-повара Павла Вилобелякова. Это шеф-повар ресторана «Рассветы и заката». Павел, расскажите, пожалуйста, вот нам все секреты, с помощью чего экономится время, экономятся силы всей команды на кухне, экономятся, конечно, деньги владельцев ресторанов. Какие приемы вы применяете, какую технику? Поделитесь, пожалуйста, секретами. Здравствуйте. Да, все владельцы ресторанов задаются первым вопросом оптимизации денежных средств, товарного запаса, потому что если очень большое количество товара хранится в заморозке, это их замороженные деньги. Соответственно, разработка меню и составление их тоже так же заботит, и это главная задача шефа. Соответственно, для того, чтобы команда была полностью в рабочем состоянии, оптимизация тоже зависит от начальника. Зона расположена, зона холодного цеха расположена ближе к выходу, потому что ребята делают старт и салаты. Это первое блюдо, которое должно отдаваться быстрее всех. Соответственно, чтобы ребятам не бегать через всю кухню и забирать это в конце, поэтому зона холодного цеха расположена впереди. Зона раздачи сделана между горячим цехом, скажем так, и холодным, потому что и с этой станции можно посмотреть, что делают ребята при приготовлении салатов, и что делают ребята, когда начинается запара, например, у нас в горячем цеху. И вовремя можно помочь и тем, и другим ребятам, поэтому зона раздачи находится по центру. Здесь самая главная база – это горячий цех, который делает большое количество заготовок, большой поток горячих блюд, и у него, скажем так, больше всего арсенала, наверное, на кухне, который есть. То есть на кухне все зоны разделены с точки зрения… Это для чего нужно? Для того, чтобы, наверное, ребятам было проще ориентироваться, где что находится. Соответственно, нам понимать, где какой товар находится, исходя из зон. Мы их визуально делим, потому что у нас нет большого пространства, и, наверное, рабочее место у каждого должно быть свое, поэтому… То есть процессы разделены именно по производству каких-то конкретных продуктов? То есть салаты в холодном? Да, конечно. Салаты в холодном, в супе готовятся, какие-то горячие блюда в горячем, да? Ага, первое, то есть разделение, чего обычно нет на домашних блюдах. А с чего начинается? Вот как вы узнаете, из чего готовить? Какие продукты? Составляется меню, план какой-то? Что? Как это происходит? Да, составляется меню изначально в зависимости от концепции заведения, к чему мы стремимся. Соответственно, меню составляется от сезонности продуктов, потому что сезонный товар у нас, как всегда, идет в избытке, он более дешевый, и мы на нем можем больше заработать, соответственно. И меню составляется от того, как мы хотим этот товар определить, насколько большое количество блюд мы его вносим. То есть я правильно поняла, что шеф-повар, вы составляете меню, исходя из сезонности продуктов первое, и второе, это вкусов и предпочтений ваших гостей, правильно? Конечно, под гостем мы всегда ориентируемся, мы не можем исключать тот фактор, что нравится гостю и идти ему поперек, или приучать его очень долго к каким-то своим позициям. Конечно, мы все равно делаем анализ, и на основе анализа мы уже составляем дальнейшие приоритеты в меню. А потом, на основе меню вы составляете список покупок? Как это происходит? Как продукты попадают сюда, на кухню? А продукты попадают на кухню. Мы работаем с фирмами. Под каждый товар есть своя фирма, допустим. Есть овощные фирмы, есть фирмы, которые занимаются рыбой и морепродуктами, есть мясные фирмы. У каждой фирмы есть свой прайс товара, который мы изучаем изначально, перед тем, как сделать что-то в позиции ресторана. Соответственно, это должно быть, как наша концепция должна позволять, это локальность товара. Во-первых, это что-то российское, максимально, скажем, да, потому что есть все равно тот товар, который мы не можем купить в России, так как его не могут еще производить, скажем так, может быть, наши фермеры. И потом на изучение анализа всего остального мы уже начинаем заказывать товар, просматриваем его качество. Если это качество нам подходит, то мы начинаем уже дальнейшее производство, соответственно, блюд и... Вот, меню вы составили, продукты заказали, а как они хранятся? Вот покажите нам с самого начала весь процесс, как и где они хранятся. Павел, здесь холодно, куда мы попали? Так, мы попали в зону хранения товара. Товар поступает изначально к нам и хранится в этих камерах. Это плюсовая камера, она всегда нагнетает температуру не больше плюс 5 градусов, тем самым сохраняя дольше товар свежим и по времени, и по качеству. Скажем так, здесь находятся у нас овощи, сыры, молочка, все, что должно быть на кухне, скажем, но в большом количестве. Это наши склады, наверное, так широко, да? Здесь стоит огромнейший двигатель, с огромной скоростью наметается температура. Но есть еще один момент. Павел, я всегда пропагандирую и советую хозяйкам использовать возможности заморозки, потому что это сокращает время на приготовление еды, и вообще это удобно. В ресторанах используют заморозку. Если да, что именно замораживают? Как? Покажите, пожалуйста. Да, например, мы можем сделать так, если мы хотим сохранить был сезон арбуза, и сейчас он продолжается еще недолгое время, например, мы хотим зимой покушать что-нибудь арбузное, поэтому мы можем сделать сок арбуза, завакуумировать его, это один из процессов, на самом деле, сохранения товара, и черешоковую заморозку заморозить и положить его просто в заморозку обычную, чтобы он хранился долгое время. И когда наступит момент, когда мы захотим арбуза, в январе, например, мы можем достать сок и сделать из него какое-нибудь блюдо, например, десерт. Супер! А что еще замораживаете? Вот это очень интересно. Что можно заморозить? Сезонные продукты какие-то или, может, готовые блюда или полуфабрикаты? Да, и можно замораживать полуфабрикаты, готовые какие-то просто овощи. Замораживать не стоит, потому что, во-первых, овощи дают очень много воды, призовут, разморозки потом уже, и после обработки, например, если мы сделали какую-то текстуру вкусную, соответственно, мы можем ее потом потерять. Мы можем сделать текстуру только пюреобразную и заморозить, тогда будет больше вариантов того, чтобы... Скажите пример. Например, пюре из моркови. Мы сделали... Отварили морковь, потом положили ее в блендер, измельчили до состояния пюре, добавили туда стабилизатор ксантан, который связывает сам товар с водой, не дает воде отслоиться, скажем так. Когда вы разморозите, вы видели, наверное, много раз, что вода уходит вниз, а сам товар наверху. Вот, допустим, стабилизатор не дает этому сделать, и при заморозке он ведет себя более стабильно. Соответственно, мы сделали полуфабрикат, положили его в шокер. Это шокер-заморозка, соответственно, которая достигает температуры до минус 27, постоянным нагнетанием, скажем так, агрессивным нагнетанием холода, и потом поместили это просто в обычную камеру морозильную, чтобы он хранился у нас. Такой товар может храниться месяц-два даже, по сути, и не портится, скажем так. Например, мы можем замораживать гребешок, который к нам пришел. Мы его полностью зачистили, отсортировали, убрали из него влагу, потом также завакуумировали. Сначала через шокер-заморозку это сделали, и потом положили в нашу камеру для дальнейшего хранения. Потому что, скажем так, если мы рассчитываем на большое количество людей, мы не можем заказать просто килограмм гребешка и продать его за один день. Мы, соответственно, заказываем большое количество, обрабатываем его и потом ставим на хранение в заморозку. То есть это полуфабрикат? Это полуфабрикат. Почему можно замораживать, наверное, да? Спросим себя. Продукт, который приходит охлажденный, имеет такую структуру, после первой заморозки мы можем допускать один дефрост. Один дефрост – это одна разморозка, после чего он не потеряет ни текстуру свою, ни вкус. Если мы будем постоянно замораживать и размораживать продукт, соответственно, мы потом в конце получим итог, что он у нас распадется, потому что кристаллы воды, как мы знаем, при заморозке, вода при заморозке становится кристаллизироваться и разрушает саму текстуру продукта. Если его делать два-три раза замораживать, то вода настолько его разрушит, что потом у нас получится просто пюре. То есть один раз можно заморозить и разморозить? Все. Если товар пришел охлажденный – да. Смотрите, рыба к нам приходит тоже в охлажденном состоянии. Мы, соответственно, что мы делаем? Мы ее разделываем, зачищаем, делаем полуфабрикат. Все процессы, которые ранее были сказаны, они точно так же делаются. Идет вакуумация, идет заморозка через шокер, и потом уже отправляем, соответственно, весь товар в камеру хранения, в морозильную. Павел, то есть на кухне вакуум используется для того, чтобы подольше сохранить, продлить срок заготовок, да, срок годности? Я правильно поняла? Все правильно. А как он действует? Покажите. Вакуум действует как? Вакуумация создается для того, чтобы удалить воздух из самого товара, потому что с предоставления товара кислорода получается окисление. Ну, это стандартная история. Чтобы этого не было, и чтобы можно было хранить дольше товар, мы его начинаем вакуумировать. Например, возьмем осьминога. Вакуумация как делается? Когда, соответственно, поступает отрицательное давление, надувание пакета и производство пузырьков внутри, там, влаги, закипания, мы скажем так, наверное, да, проще всего происходит. Это и есть процесс вакуумации. Когда поступает наше обычное давление внутрь машины, и пакет сжимается, это не вакуум уже, это просто поток обычного давления, который мы дышим, там, кислород наш обычный. Потому что достигает вакуумация, до отрицательной температуры. Минус один бар. Это очень сильно. Вот, соответственно, мы завакуумировали товар. Такой товар может храниться в плюсовом, наверное, режиме дня 4-5, наверное, дней. Скажем так, постоянно открывая дверь. А в заморозке этот товар может продлиться, прохраниться дольше, месяц-полтора, смотря как мы это захотим сами, наверное. Почему вакуум? Потому что, если мы будем заворачивать обычный товар в пищевую пленку, все равно потоки воздуха будут поступать внутрь, и товар будет вымораживаться. Вы, наверное, просто много раз видели какие-нибудь ожоги на мясе, где-нибудь на рыбе. Это говорит о том, что неплотно был запечатан сам продукт, соответственно, он выморозился, и на нем осталось вот это пигментное пятно. Но в следующем фрагменте о том, что мы его начинаем жарить или еще что-то, вы почувствуете текстура, она будет очень сухая, рассыпчатая, ну, либо вообще нежевабельная. Павел, а как вы стараетесь купить продукты, например, мясо замороженное или охлажденное? И мясо, и любой другой товар мы ищем всегда охлажденку. Почему? Потому что качество этого товара намного выше, чем заморозка. Мы не можем знать и не можем гадать о том, сколько мяса лежало у поставщика в заморозке или рыба, насколько правильно она хранилась, может быть, у них были какие-то сбои с оборудованием, они могли разморозить его, заморозить и потом прислать нам. Соответственно, мы стараемся взять всегда охлажденный товар, тем самым дать лучшее качество для гостя и быстрее обработать его для нас. Соответственно, даже по нормам, скажем так, охлажденный товар можно замораживать всего один раз, с заморозкой, мы можем только разморозить ее и сразу продать. Соответственно, зная, при большом потоке мы можем какой-то товар брать в заморозку и продавать его за один день, но в основном пытаемся найти охлажденку. И фирмам всегда пытаемся объяснить, что на кухне хочется что-то свежее. Итак, Павел, я поняла, что у вас, для того, чтобы ускорить весь процесс, во-первых, вы составляете меню, планируете, во-вторых, покупаете продукты заранее, и у вас есть специальные места для их хранения. Вы активно используете возможности заморозки и заготавливаете полуфабрикаты с помощью вакууматора и с помощью той же заморозки. Правильно? Да. Что еще вы делаете? Что еще интересного? Смотрите, есть еще такие вещи, как приготовление товара на низкой температуре, скажем так. Это сувит. Он сейчас очень распространен, даже кто-то домой его берет, но в основном на всех производствах это есть. В чем его заключается суть? Суть в том, что мы товар подготавливаем для дальнейшего действия. Мы его не варим, мы его не жарим, а мы просто его долго-долго греем. А как это помогает экономить время? Наоборот, кажется, время очень много занимает этот процесс. Да, этот процесс занимает очень много времени, но это и есть процесс подготовки товара, скажем так. Мы его как бы подготовили к обжариванию. Допустим, вы сталкивались с таким процессом, как жарение мяса, медиум. Он делается быстро, но мы можем сделать подготовку через сувит и этот медиум прожарить не за 7 минут, а за 3 минуты, потому что у нас уже мясо будет подготовлено и более мягкое. В нем сохранятся все вещества, сочность и процесс уменьшится. Соответственно, блюдо уйдет к гостю намного быстрее, чем уходило раньше, делая его с нуля. Ага, то есть, например, если я жду гостей, например, вечером должны прийти гости, я могу утром поставить вот этот процесс сувит, да, и когда гости будут буквально там раздеваться в прихожей, я могу очень быстренько при них все уже приготовить, там запечь, зажарить и так далее, подать на стол. Правильно, благодаря этому процессу? Все правильно. Вы подготовили его, и вам просто приходится сделать только колер, скажем так, на мясе, придать ему цвет жареного продукта или запеченного, но внутри он уже почти будет готов. И тем самым вы скажете себе, что я не тратила там 2 часа, нарезая, подготавливая, обжаривая, запекая, все это остальное, вы просто поместили это в сувит, вы его долго-долго грели, и потом за 2 минуты буквально вы его отдаете на стол, оно не будет ничем отличаться от того продукта, который вы изначально сделали. То есть вот секрет, почему в ресторанах я жду 10 минут, и за 10 минут мне приносят 3 блюда, которые в общей сложности готовятся 2 часа, да? Ну, скажем так. А как вы, вот мы перешли к заготовкам, а покажите, какие заготовки вы делаете заранее, то есть вот я знаю, мы сейчас снимаем, я знаю, что через несколько часов у вас будет большое мероприятие на несколько десятков человек, да? Вы уже к нему подготовились? Да. А что вы сделали? Вот можете на практике показать? Как идет такая подготовка? Так, ну как, например, если мы подготавливаем, говорим о холодных закусках или о салатах, то, конечно, уже перебирается вся зелень заранее. Можете показать? Мы подготавливаем товар не только через сувит, мы просто его подготавливаем для того, чтобы он был всегда у нас в наличии. Соответственно, зелень, зелень, как вы знаете, приходит не всегда чистая, или она приходит какая-то, может быть, немножко подвядшая. Соответственно, нам ее надо перебрать, нам ее надо подготовить, если мы будем это делать непосредственно тогда, когда выйдет заказ, это будет очень долго. Соответственно, зелень мы тоже перебираем заранее. Мы какое-то количество подготовили, зная о том, что сколько народу у нас будет, например, да? И какое-то количество зелени мы положили еще в запас, уже перебранную. Когда кончается там контейнер, образно, с каким-то товаром мы уже достаем следующий. Допустим, рукола. Рукола перебрана, соответственно, ей можно уже торговать, можно украшать блюда и делать салаты. У нас есть подготовленные товары, например, лосось, зелень, уже тоже сделано красиво все. Какая-то нарезка, это все хранится сутки, буквально даже не сутки, а что-то может храниться и 12 часов. Соответственно, мы это делаем на день. Это дневная заготовка небольшая. Также соуса, свекольный соус, например, соус на говядину какой-нибудь, на Татаки. Мы подготавливаем, также продаем его в течение дня и потом начинаем обновлять. Потому что идет окисление, мы не можем полностью удалить отсюда кислород, тем самым, соответственно, нам приходится просто постоянно обновлять. Поэтому мы делаем это каждый день. Это похоже на конструктор, да? То есть у вас в разных таких емкостях разные ингредиенты, и потом, чтобы быстро собрать салат, из этого конструктор собирается, правильно? Да, все правильно. Мы достаем этот конструктор, выходит, когда заказ, и начинаем просто быстренько собирать. Соответственно, мы очень долго это все подготавливали. Мы там солили, например, лосось, мариновали говядину, обжаривали ее, а потом все собрали, нарезали для того, чтобы это было быстрее. Потому что делать под заказ все это заново, с нуля, это будет очень долго, как мы и говорили. И, конечно, все пользуются такими вещами, как заготовка дневная и заготовка, которая длится по хранению дольше, чем просто один день. Соответственно, каждый шеф, он знает, когда создает меню, сколько фактически может храниться товар. Он делает планирование от того, как составляет меню, сколько хранится заготовка, сколько может держаться, какое количество надо сделать контейнер, для того, чтобы это все собиралось быстрее. И, соответственно, наверное, планирует о том, сколько людей может это собирать так быстро, чтобы не было ущерба для гостей. Павел, у меня был опыт работы на кухне. С тех пор я знаю, что повар – это очень тяжелая профессия и буквально сложно, физически сложно. И вот, когда мы работали, у нас был рабочий день построен таким образом, что первую половину дня отдавали заказы, а всю вторую половину дня делали заготовки на следующий день. То есть, я сталкиваюсь в своей работе обычной, когда женщины говорят, что мы свежее, мы едим только свежее, на второй день еда невкусная. А я говорю, что если ее приготовить правильно, то на второй день она как раз, ну, тоже и вкусная, и есть смысл организовать процесс таким образом, что заготовки вечером, а уже еда на следующий день подается. Как вы на это смотрите? Как у вас организован этот процесс? У нас процесс заготовки, скажем, нету какого-то определенного времени. У нас поступление идет товара, соответственно, мы его максимально быстро обрабатываем. Как мы ранее рассказывали, что-то мы подвергаем сувиду, что-то заморозки, что-то мы дневную заготовку делаем. У нас каждый человек делает, например, свои вещи. Если у нас большое количество людей работает, да, в какой-то определенный день, то кто-то делает именно заготовки, а кто-то работает только на заказах. Если количество людей не позволяет всем распределить время, то все делают все. И шеф, и суш-шеф, и обычные повара, они также работают на кухне. Нет такого процесса, что шеф ходит только тыкает пальцем. Он также помогает своим коллегам абсолютно. Это его и есть работа. Он не просто шеф-повар, он также является просто поваром абсолютно. И это надо постоянно показывать ребятам, потому что если этого не демонстрировать, не будет, может быть, даже команды. Команда создается на том, как ты ее видишь и как ты ее создаешь. Павел, я тут смотрю, у вас есть такие шпаргалки, очень похожие на карточки, которые с подсказками, какое количество рецептов нужно перед глазами. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы у нас есть технологические карты. Образно, если кто-то что-то хочет сделать, какие-то полуфабрикаты, он всегда достает технологическую карту и начинает смотреть на нее. Здесь вынесены все технологические карты в маленькие такие, скажем так, карты, для того, чтобы можно было сразу понять, что тебе нужно, не тратя время на поиски какой-то определенной карточки. Это ускоряет процесс, скажем так, наверное, дает какой-то стимул все время смотреть сюда, для ребят. Если приходит новый товарищ, например, у нас какой-то практикант появился или просто новый повар, он также может быстро это все посмотреть, не отрываясь от рабочего места, скажем так. Это шокер производственный, который постоянно нагнетает минусовую температуру. Минусовая температура достигает до минус 27 градусов. Соответственно, все, что мы туда положим, оно примерно будет замораживаться в камень. Соответственно, и этот процесс будет минут 10-15. А вот это что? Это говяджая щека у нас. Соответственно, полуфабрикат уже, да? Это полуфабрикат, да. Говяджая щека уже была подготовлена. Соответственно, внутри соус. Его мы делаем, как? Мы помещаем щеку просто в сувид, разогреваем ее полностью, соответственно, и уже она готова идти полностью на тарелку отдаваться. Здесь нехитрый процесс, о чем мы говорили, это сувид. Мы очень долго томим эту щеку в сувиде. Соответственно, почему такой цвет здесь находится? Щека уже была чуть-чуть обжарена, и сюда был добавлен мясной соус. Соответственно, соединение мясного соуса и соуса внутри самого мяса, скажем так, сока, дает компонент полностью готовый и мясо, и соуса вместе. Потом мы его разогреваем, это буквально 5 минут. Идет разогрев. И все, блюдо готово, мы уже его отдаем. А если бы мы начинали бы с нуля это делать, мы бы потратили бы там 6 часов. То есть это полуфабрикат, который экономит 6 часов времени? Уже да. Вот наша заготовка, которую мы уже сделали. Мы ее помещаем в сувид и ждем, просто пока она погреется, и засекаем время. 5 минут и достаточно? Да, примерно 5 минут. У нас расходится полностью весь соус и подогревается мясо. А я заметила, похоже на бульон у вас, размораживается, да? Мы также сделали все процессы, которые говорили ранее, и хранили его. И когда он нам понадобился, например, сегодня мы достали пакет с этим бульоном, положили на DeFrost. DeFrost у нас обычный, просто с помощью воздуха, скажем так, мы не подвергаем там пакет разморозки под водой или, не знаю, там большим температурам на сковородке, потому что может быть деформация какая-то пакета, допустим, да? И с него может что-то выскочить. Мы сразу вытаскиваем продукт из пакета и кладем его полностью в контейнер, чтобы он уже сам отходил. А заготовки горячего цеха, да, допустим? Соуса тоже. Цветная капуста, например. Соуса у нас уже подготовлены, скажем так, они уже полностью соединены, их только остается погреть. Дальше, например, капуста. Она уже бланширована, ее осталось только пожарить. Это тоже дневная заготовка, которая делается на раз. Томатный соус. Томатный соус может храниться дольше, он может храниться в сутки, соответственно, 24 часа. Если ребята его сделали, скажем так, часа в три, то он до трех часов дня следующего может спокойно работать. Какие еще заготовки могут быть в горячем цеху? Это, например, скажем так, морковь. Полуфабрикат уже, например, для рыбы. Тоже мы его вакуумируем, тем самым морковка немножко размещается, насыщается маслом, и приготовление ее сокращается от 15 минут до 7, уже в два раза. Соответственно, мы опять сократили время. Дальше у нас, например, есть стейки. Мы их вакуумируем, мы их не замораживаем. Соответственно, это мраморное мясо, после заморозки оно ведет себя очень грубо. И опять же, потеря влаги, волокон, оно хранится в плесе. Оно может лежать до трое суток спокойненько. Оно охлажденное, оно уже порезанное, тем самым мы не достаем опять же стейк, начинаем разрезать его под заказ. Он у нас готов уже порционно, мы его просто кидаем на сковородку и готовим. Дальше рыба. У нас уже, скажем так, дефростирована. Она лежит вот сегодня, мы ее продаем. У нас есть уже предзаказы на определенное количество товара по меню. Соответственно, мы уже знаем, что, в каком количестве нам надо доставать. Если гости приходят просто так, скажем так, просто шли и зашли к нам, у нас есть энное количество товара, для них специально сделано. Соответственно, каждый уже знает, ресторан, свой поток, и под него начинают уже подстраиваться. Павел, а как вы быстро готовите десерты? Какие хитрости поделитесь? Смотрите, десерты мы готовим тоже, мы используем в заготовке. Соответственно, сейчас я вам немножко продемонстрирую. Мы используем свежий инжир, мы используем тесто, которое уже отпекли, оно готовится 12 минут. Мы готовим соус, который делается на протяжении 20 минут, и арбузный сок, который замораживается в течение 15 минут. Соответственно, это все должно быть подготовлено. А собирается десерт очень быстро. И в конце мы все посыпаем немножко гранитэ из арбуза. Только свежий аромат будет, да? Это будет свежий аромат арбуза, которого бывает так не хватает зимой. И немножко свежести мяты. Все, готовое блюдо? Готовый десерт, да. Мне кажется, он занял секунд 30. Приготовление. Очень быстро и сборка. Очень быстро. Я в своей кулинарной школе для хозяек, для домохозяек и обычных женщин, я всегда говорю, что 80% всего приготовления это планирование и заготовки. То же самое, я так понимаю, и на производственной кухне, в кухне ресторана, да? Все правильно, да. Очень большое время занимают все-таки заготовки и подготовка самого товара к дальнейшей обработке, скажем так. и заготовки могут занимать и день, и два, ну, могут и что-то поменьше. Соответственно, если идет поток большой, и вы, наверное, очень раз много сталкивались с тем, что и в 200, и в 300 человек посадка, и повара успевают, может быть, они работают даже втроем. За счет чего? За счет того, что они очень грамотно сделали все заготовки. Процесс обжарки занимает меньше времени. Процесс запекания или варки уже практически полностью готов. Соответственно, им надо только практически подогреть блюдо, дать ему цвет и выложить в тарелку красиво и отдать уже вам. Время приготовления уменьшается до 5-10 минут. Мы теперь не ждем в заведениях блюда по полчаса или по 40 минут. Все сократилось намного, ну, время сократилось уже полностью практически. И мы привыкли к тому, что нам уже выдает это очень быстро. Мы пришли, заказали, и нас уже сразу же выносят либо блюдо быстрее бывает, чем даже напитки готовятся. Все за счет того, что есть технологии, есть процессы, которые знают ребята, давно уже отработанные, что сокращает время для того, чтобы продукт поступил к вам на стол. Спасибо большое, Павел, было очень интересно. Я узнала действительно, как на современной высокотехнологичной кухне ускоряют процессы для того, чтобы гости долго не ждали. Я понимаю, как это применить на наших домашних кухнях, чтобы мы за полчаса действительно могли приготовить обед, например, из трех блюд, и это было легко, и играючи, и быстро. Спасибо большое. Пожалуйста.